Когда приблизились к Иерусалиму, в Вифагии и Вифании, в горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо пред вами, входя в него, то часто найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу. И тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус. И те отпустили их. И привели осленка к Иисусу и возложили на него одежи свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежи свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие уст и саны. Ассанна, благословенно грядущие во имя Господне. Благословенно грядущие во имя Господа Царства Отца нашего Давида. Ассанна, ой, Ишнюю. В сегодняшнем евангельском ищении мы слышали об одном очень важном событии из земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, которое православной церковью воспоминается как великий двенадцатый праздник в ход Господень в Иерусалим. Данное событие происходит накануне спасительных страданий Господа Христа, ради которых, собственно, Он и стал человеком. Страдания – это именно то, ради чего Христос приходит в Иерусалим. Бог становится одним из нас и приходит в этот мир не для того, чтобы утвердить свою власть на земле, не для того, чтобы подчинить себе все народы, но для того, чтобы принести себя в жертву для спасения всех людей, и даже тех, кто через несколько дней расплет его на кресте. Свидетель Иоанн Златуус отмечает, Господь въезжает в Иерусалим вовсе не как земной царь, с гордостью, силой, но смиренно и кротко на молодом осле. Но почему Христос въезжает в святой город именно на осле? В те времена конь был символом войны. Именно на конях правители ездили в военные походы, а в мирное время на востоке цари обычно передвигались на ослах. И Господь воссел на осла, тем самым показывает, что Он несет с собой мир, потому что Он – царь мира. Царство Христа – это не победа одного народа над другим. Это не победа земного Израиля, но утверждение принципиально нового царства – царства любви и правды. А такое царство можно установить только одним путем – только жертве собственной жизни. Свидетель Иоанн Златуус по этой крещине пишет, «Править может каждый, но только истинный царь способен отдать свою жизнь за свой народ». Человеческая мудрость гласит, не народ существует для царя, но царь для народа. Не народ должен удовлетворять все прихоти своего царя, но наоборот, царь должен стараться делать жизнь своих подданных лучше. И в этом плане Господь Иисус Христос показал на собственном примере, что Он – истинный царь, чем прежде всего тем, что решил самую огромную проблему всех людей – победил смерть, которая была самым большим злом для ветхозаветного человека. Святитель Сильвест, епископ Каневский, пишет, что своими царскими поступками Христос не просто уничтожил для людей преграду к небу, но и самим Собою проложил путь к Нему. А блаженный Августина, в свою очередь, замечая, что царское служение Христа состояло в том, что он вел войну за нас против дьявола и победил его, освободил нас таким образом из его плен. В то же время, вход Господним в Иерусалим символизирует собой также и второе пришествие Христа Спасителя и его страшный суд над всем человечеством. И как первое его пришествие совершилось среди народа Божия того времени, то есть иудеев, точно так же и второе его пришествие и страшный суд начнется с нового народа Божия, Церкви Христовой. Среди апостол Петр так и говорит, суд начнется с Дома Божьего. И потому более строгий суд будет применен Господом именно по отношению к тем, кто назвал себя христианом. Ведь, как сказано в Евангелии, раб, который знал волю Господина своего и не был готов и не делал о воле его, бить будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бить будет меньше. И поэтому мы должны задуматься, если Христос пришел в этот мир для того, чтобы спасти нас от греха и приобщить к своей вечной жизни, стоит ли нам этим жертвовать ради каких-либо временных земных ценностей. Иудеи ждали Мессию, как некого величественного монарха, который освободит их от власти земных оккупантов и отвоюет для своего народа наилучшие в мире земли. Но ведь то, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Христос отбросил все искушения земного владычества еще в начале Своего служения, когда дьявол искушал его в пустыне и предлагал ему все царства мира в обмен на поклонение. Однако Христос приходит вовсе не для этого. Сын Божий становится Сыном Человеческим, чтобы и Сыны Человеческие смогли стать Сынами Божьим. Своим входом в Иерусалим Господь показывает, что Он ставит ни во что человеческую славу и все то, что люди высоко ценят и чему они готовы посвящать всю свою жизнь. На первое место Господь ставит нечто другое скромность, доброту, смирение и любовь. После того, как наша земная жизнь закончится, именно эти качества окажутся нашим главным сокровищем, необходимым для жизни в вечности. Понимание этого должно изменить всю нашу жизнь. Мы должны жить, осознавая, что мы бессмертны, что все, что с нами происходит, неизбежно пойдет с нами и в вечность. Именно это дает ценность всему тому, что мы делаем. Вечер ждет каждого из нас, но в то же время мы должны помнить, что нам самим нужно стараться оказаться достойными такого великого дара, как вечная жизнь с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok